В концертном зале классика нет свободных мест. В субботу здесь собрались все, кому дорога память основательницы молодежного театра, заслуженного деятеля искусства России режиссера Регины Гринберг. Ей исполнилось бы 90, а театру 60. Театр, ну что можно сказать, он был культурным центром города. В театр приезжали ведущие поэты, такие как Акуджава, Вознесенский, Евтушенко, драматурги Володин, Крон. И были встречи очень интересные, были их выступления на сцене театра, и мы работали над их произведениями. Где-то с 64 года театр стал театром поэтического представления. Все спектакли были в этом жанре. Первый спектакль Ивановского молодежного театра поставили по пьесе Александра Галича «Походный марш». Начиналось все с семи инициативных людей. В итоге в постановке оказались задействованы 130 человек. Нас не удовлетворял традиционный десятилетиями сложившийся режим работы драм-кружка. Два раза в неделю, по два-три часа и все. Мы сразу установили свой режим. Ежедневно. Шести вечера и до. Впрочем, до тогда не существовало. Сколько надо. Боевой штаб собирался обычно в обходе комсомола. Один из нашей семерки. Мы работали инструктором отдела пропаганды. Нас называли тогда театральным вирусом. И мы оправдывали эту почетную кличку. Эпидемия распространялась со страшной силой. Самые неожиданные люди, как-то соприкоснувшись с коллективом, буквально прилипали к нему. В 1985 году молодежный театр поставил первый в Советском Союзе спектакль по произведениям Владимира Высоцкого. Объединению было присвоено имя великого поэта и исполнителя. В числе первых пяти театров в стране он получил звание народного. Она показала, каким может быть самодеятельный театр. Она сделала высоким его статус. Настолько высоким, что я вот сейчас в Москве была свидетелем, как стоя аплодировала публика современника. Это знаковые в те времена театр вообще в культуре и в театральной жизни столицы и мира может быть даже. И эта публика аплодировала выступлению нашего театра. Такой он был прекрасный. Творческий вечер, посвященный Регине Гринберг, был соткан из песен и стихов, написанных в память о ней. Тронами не обласканы истинный Орликин, жертвенная Орлеанская крамольничая из Регин. Таким не возводят статуи в люксембургских садах. Уходят они, распятые на наших нательных крестах. По вязким российским сугробищам прошла костром от пылав. Маленькая, как воробушек, великая, как пиаф. Впрочем, Регина Гринберг вдохновляла не только на стихи, но и на эпиграммы. Ни ангелы ей, ни помеха в работе, ни черти. Она срежиссирует все, от рожения до смерти. В 1996 году помещение театра сгорело, а спустя шесть лет распался и коллектив. Но память о славных днях театра жива. Большое видится на расстоянии уверены организаторы встречи, актеры и зрители молодежного театра. Чем больше проходит времени, тем отчетливее осознание ценности и значимости явления под названием «Молодежный театр Регины Гринберг». Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.